Волоколамское шоссе, 50-й километр. Здесь установили новый светофорный объект. Он нужен для того, чтобы регулировать движение пешеходов на пешеходном переходе. Сейчас он мигает желтым, это означает, что ориентироваться на него сейчас не нужно. И пропускать пешеходов нужно всегда, то есть как только они появятся на переходе. Такой режим работы светофора продлится недолго, как заверяют дорожники. Сейчас светофор находится на стадии программирования. И на днях, как только проведут все необходимые работы, его включат. Здесь вопрос даже не к тому, что этот светофор еще не работает. Понятно, что установка светофора это дело не одной секунды, как в какой-нибудь видеоигре. Вопрос скорее в том, почему решили регулировать только пешеходный переход. А перекресток проблемный, который находится прямо рядом с этим светофором, остался нерегулируемым. Здесь находится железнодорожный переезд без шлагбаума, рядом с ним через 15 метров находится пересечение с Волоколамском шоссе, достаточно скоростным. Поворот налево здесь достаточно затруднен, потому что видимость срева ограничивает небольшой холм, плюс еще и большие сугробы снега после уборки его. Справа также у нас водители едут на немаленькой скорости, но при этом этот перекресток все равно нерегулируемый. Скорее всего это связано с принятыми государственными стандартами, потому что этот перекресток находится, во-первых, вне населенного пункта, плюс прямо на пересечении дорог находится автобусная остановка. Вот и попробуй организовать регулируемый перекресток таким образом, чтобы не было ни состыковок, ни с ГОСТами, ни с правилами дорожного движения. Во-первых, когда это прямо останавливало вся наша передача про то, как на дорогах относятся к ГОСТам и правилам дорожного движения. А во-вторых, все подобные изменения у нас, к сожалению, написаны кровью. Светофоры у нас останавливают там, где произошло ДТП с жертвами, то же самое с камерами видеофиксации. Вот и здесь также. Я не хочу ни в коем случае накаркать, но как только произойдет нечто страшное и необратимое, так сразу найдется способ, как предотвратить такое в будущем. А пока такого нет, будьте, пожалуйста, предельно аккуратны. Едем по Советской, проезжаем Кашино, начинаем подъезжать к Дарне и встречаем яму. Прям такую хорошую, добротную. Ну, собственно, объявляем открытие сезона утекающего асфальта. И к этой яме у меня, правда, даже личные претензии. И я глубоко убежден, что не у меня одного. Еду вчера вечером, снег с дождем, видимость плохая. Ну и, собственно, привет. Удар такой, что у меня весь пластик затрещал. Я, собственно, наученный опытом открываю окно и слушаю звук. Слышу тот самый звук шипения воздуха. Ладно, подумал я, сам виноват, с кем не бывает. Но ровно минут через семь слышу до боли знакомый звук. Оборачиваюсь, едет машина на аварийках. Та же самая яма, то же самое колесо. И вот мы стоим вдвоем, репу чешем, картина маслом. Оказывается, только вчера, только с 9 до 12 вечера на этой яме пробили колеса три водителя. Три. За три часа. По автомобилю на каждый час. Если судиться с дорожниками по каждому такому происшествию, то я уверен, что эта яма очень дорого им обойдется. Ну и если дорожники не хотят с этой ямой ничего делать сами, то я хотя бы просто здесь оставлю конус. Надеюсь, что он пусть кому-нибудь спасет колеса и подвеску. И так как для меня это уже вторая подобная история в этом сезоне, я понимаю, с чем сталкиваются водители, которые впервые лопают себе колесо. И чтобы избежать паники, сейчас попробую рассказать несколько лайфхаков, что нужно при себе иметь обязательно и что вообще делать. Ну, собственно, мой конус продержался недолго, его убрали дорожники еще вчера, а сегодня быстренько приехали латать нашу яму. Ура, дамы и господа, ура! Что нам нужно иметь обязательно для таких ситуаций? Ну, конечно же, это домкрат, чтобы поднять машину, это запасное колесо непосредственно и баллонный ключ. Все остальное, по-хорошему, это допы. То есть можно справиться и с этими инструментами, но будет немножко сложно. Первым делом, самое важное, когда мы влетаем в такую ситуацию и понимаем, что колесо у нас лопнуто, нужно найти безопасное место для остановки. Безопасное. Не оставлять свою машину прямо на проезжей части. Но это только в крайнем случае. Лучше выбрать какую-то площадку, какой-то съезд и остановиться спокойненько там. Ну, и на самый крайний случай, если таких мест, площадок нет, то оставьте свою машину на обочине. Но обязательно, перед тем, как выйти из машины, нужно надеть жилетку светоотражающую. Только после этого выйти, открыть багажник или где у вас там хранится знак аварийной остановки, треугольник, и выставить его на нормальном расстоянии от своего автомобиля, не впритык к бамперу. Вас уже тогда точно заметят. Уже будет поздно, поэтому выставляем заранее. Ну, допустим, нашли площадку, успокоились, никакой паники. Эта ситуация точно не такая, чтобы разводить панику. Эту ситуацию точно можно решить совершенно спокойно. Ничего страшного не произошло. Неплохо при себе иметь рабочие перчатки, потому что мы будем работать с грязными деталями, и руки у нас все будут точно черные. Дальше, если вы в одежде и не хотите ее пачкать, и роба у вас с собой, естественно, нет, лучше сделать это сразу. Возьмите тряпку и протрите вот эту часть автомобиля, задний бампер. Потому что вы так или иначе часто будете залезать в багажник и пачкать свою одежду вот здесь. Протерли, все, забыли про это. Дальше, достаем домкрат. Если у вас его нету, то, как правило, в автомобилях всегда есть свой домкрат от производителя. У меня он находится в подполе. Коврик поднимаем, поднимаем все. Вот у меня здесь домкрат лежит, баллонный ключ и непосредственно само колесо. Достали домкрат. Следующее, что неплохо бы иметь при себе, это что-нибудь, что можно постелить на землю, потому что мы так или иначе будем на нее садиться. Будем коленками утыкаться, ну, в данном случае вот в снег, в лед, а может быть здесь будет даже и грязь. У меня для таких случаев, кстати, казалось бы, для чего она мне нужна, она у меня всегда с собой. Это детская ледянка. Использовалась по назначению никогда, а вот для таких случаев дважды. Собственно, ну, мы берем ее, кидаем. И опа, у нас место здесь замечательное. И смотрим, что у нас там снизу. Также, что еще может понадобиться, это налобный фонарик. Потому что, если вы попали в такую ситуацию, допустим, поздно вечером, ночью, света никакого нет, руки у вас будут заняты. Как правило, обе две сразу. Следовательно, посмотреть, что там снизу и увидеть, что там вообще творится, поможет налобный фонарик, который будет светить нам ровно в то место, куда нам нужно закреплять домкрат. Куда крепить домкрат? В целом, нужно понять только главную истину. Домкрат нужно подставлять под то место, которое крепкое в автомобиле. Никакой не пластиковый порог. Лучше, конечно, заранее. Вот прямо сейчас поставить на паузу и прогуглить, куда конкретно в вашем автомобиле стоит крепить домкрат. И перед тем, как его крепить, обязательно удостоверитесь, что ваш автомобиль стоит ровно. Не на горке, не с горки, а вот ровно. Чтобы сам домкрат стоял параллельно земле и колено было перпендикулярно земле. Если вот, как, например, в данном случае мы стоим вроде бы прямо, но вот снизу у нас не прям ровная поверхность. Эту штуку мы можем вот налить, да? Мы можем пробить немножечко домкратом или лопатой, если у вас есть. Сделать так, чтобы площадка под домкратом была ровная. Машина, поднятая на домкрате, на самом обычном маленьком, ну, не сказать, что прям очень стабильная. Если вы хотите перестраховаться, то лучше немножечко открутить болты до того, как вы подняли машину. Что еще неплохо бы иметь при себе? Вот, например, в данном случае у нас на болтах есть специальные защитные или декоративные колпачки. Их нужно снять перед тем, как открутить колесо. Классно иметь при себе специальные щипчики, которые, собственно, это и делают. Но если таких нет, а в большинстве случаев такого нет, пойдет и обычная отвертка. Значит, сняли колпачки, берем баллонный ключ, вставляем под болт. Вставили. Руками мы можем сколько угодно пытаться открутить. Получится вряд ли. А если и получится, значит, у вас колесо было плохо зафиксировано. В таком случае не боимся бить ногой по баллонному ключу. Бьем, бьем сильнее. Я сейчас на полную силу это делать не буду. Но смысл в том, что рано или поздно, прикладывая усилия, мы сможем открутить болт. Если бы как бы мы не били по нашему ключу, сколько бы сил на это не потратили, не получается. Неплохо бы при себе иметь универсальную смазку по типу ВД-40. Смазали ВД-шкой, немножко подождали и смогли открутить болты. Не откручиваем полностью, просто чтобы поддавались. И теперь можем спокойно поднимать автомобиль на домкрате. Потому что, когда мы подняли автомобиль, бить уже ногами по нему не надо. Все-таки машина не всегда стабильная, тем более, если домкрат обычный и дешевый. Подняли автомобиль до того уровня, когда колесо уже отходит от земли. Мы понимаем, что мы его сможем снять. Откручиваем болты и пытаемся снять колесо. Почему пытаемся? Потому что не всегда с первого раза получается. Когда я первый раз попал в такую ситуацию, я долго не мог понять, как колесо держится вообще. Я открутил все болты, а его не снять абсолютно никак. Мне повезло, что у меня есть люди в окружении, которые мне подсказали, что конкретно нужно сделать. Пару раз долбануть по нему ногой. Верхнюю часть. Не снимается, бьем сильнее. Но не забываем, что у нас машина стоит на домкрате. В целом, не переживайте, у вас получится. Это не та ситуация, чтобы паниковать. Поставили колесо уже запасное, закрутили его тоже ключом баллонным. Опять же, для закрепления результата тоже пару раз. Как откручивали, так и закручивайте ногой. До характерного звука вы его услышите. Все это очень страшно звучит для девушек. Особенно для маленьких и хрупких. Понимаю ваш страх. Есть и сервисы специальные для таких ситуаций. Например, выездная шиномонтажка. В данном случае у нас самая ближайшая, которую мы нашли вчера буквально, это в Зеленограде. 40 минут, и она, собственно, у вас, все за вас делают сами. Выезд в данном случае стоил порядка 2000 рублей. Но, собственно, все равно это не та сумма, ради которой стоит переживать, если вы попали вот в такую ситуацию. Запасное колесо, это, соответственно, то, что обязательно иметь при себе при таких ситуациях. Это понятно. Желательно удостовериться, что радиус этого запасного колеса равен радиусу вашего нормального обычного колеса. Потому что в моем случае, например, вне стандартной комплектации автомобиля, у меня увеличенный радиус колеса. В данном случае у меня 16-й. А запаска при этом стоит 15-я. Узнал я об этом когда? Естественно, в момент, когда менял колесо. Какую конкретно резину иметь на запаске, это вопрос, на самом деле, не первой важности. Некоторые говорят про демисезонную шину, некоторые говорят, что зимнюю резину. В целом, зимняя резина – это неплохой вариант. Потому что, если вы зимой попадаете в ситуацию, меняете колеса на летнюю резину, у вас будет три зимних и одно летнее, то сцепление будет хуже, если вы летом попали в такую ситуацию и поменяли летнюю резину на зимнюю. Потому что зимняя резина у нас мягкая, сцепление все равно будет лучше, а летняя резина зимой дубеет и превращается в самую обычную доску, если можно сделать такую метафору. Ну а в идеале программа максимум – это купить себе два диска такого же радиуса, как у вас колеса, на одну поставить зимнюю, на другую – летнюю. И в зависимости от того, как вы меняете свой сезон, как вы меняете свою резину, на запаску ставим именно тот сезон, который сейчас у вас наступает. Это будет самый идеальный вариант. Ну, в общем-то, этого вполне достаточно, чтобы спокойно пережить эту ситуацию. Я не претендую на экспертность. Опять же, я просто говорю по своему опыту. И с чем конкретно я столкнулся в такой ситуации. Первый раз был для меня шоком. И я не хочу, чтобы кто-то из вас испытал то же самое. Спасибо большое, что досмотрели до этого момента. Я надеюсь, хоть чем-то этот выпуск стал для вас полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч в дорожных ситуациях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!